в этом уроке давайте рассмотрим такой инструмент как эллипс предыдущий мы рассмотрели прямоугольник сейчас будем рассматривать эллипс для этого нам нужно создать новый документ файл создать жмем control n либо комбинацию лист я беру пар параметры по умолчанию coral draw с вот такими характеристиками которые здесь у меня представлены ниже жмем окей лист создан тут же давайте его сохранив папки файл сохранить как значит ищите вот здесь проводники свою папку здесь вот она определяется и документ у меня назовется 0 5 то есть подпишите также его нажмем сохранить и теперь инструмент у нас эллипс находится сразу под прямоугольником то есть вот он здесь и как вы видите если около инструмента находится маленький черненький снизу справа треугольничек значит там что-то еще есть данном случае инструмент эллипс разделяется на два инструмента просто эллипс эллипс через три точки они практически одинаковые берем эллипс который верхний просто эллипс и просто рисуем где-то вот ну плюс минус такой эллипс наводим на центр появляется центр и вот как вы видите он у нас по умолчанию по крайней мере у меня прозрачный то есть закрасим его каким-нибудь вот синим цветом и он имеет подобные характеристики как и прямоугольник здесь они практически одинаковые вот эти вот характеристики то есть первое это x и y это координаты объекта дальше ширина и высота объекта ширина высота объекта процентах пропорциональности нажатой значит величины будут меняться пропорционально рассчитываться поворот как прямоугольники зеркальность отображения по вертикальной по горизонтальной оси то есть эти инструменты мы рассматривали предыдущем задании относительно прямоугольника здесь они практически одинаковые ну давайте зададим наш объект какой-нибудь целое число по высоте у нас будет 100 по ширине у нас будет 100 и по высоте у нас будет давайте в половину меньше 50 вот ну давайте зададим поворот 45 градусов вот так же он меняется у нас по зеркальности и вот дальше идут особенности уже нашего эллипса три варианта давайте вот так слева поставим я сделаю копию этого объекта то есть тяну правой клавишей отпускаю и жму скопировать делаем дубликат раскрашиваем другим цветом и жмем на следующую кнопочку сектор сектор у нас имеет градусы где можно соответственно менять этот параметр дальше сделаем еще одну копию и включим следующий вариант это дуга дуга это тот же как бы сектор только без заливки который имеет также градусы вот и дальше инструмент у нас изменить направление как бы по часовой и против часовой стрелки рисуют соответствующий объект вот дальше идет у нас если выделить объект обводка как прямоугольники которые вводятся можно вручную вести какое-то ваше личное число и поставить его обтекание текстом который мы потом рассмотрим дальше перемещение на передний план на задний план как прямоугольники то есть здесь если мы поставим их друг на дружку то видите перекрывается что-то либо нет дальше перевести в кривые если нажать на эту кнопку то свойства теряются появляются новые возможности менять его по точкам но это уже можно сделать используя вот следующий инструмент под инструментом выбор есть инструмент форма и в 10 жмете на форму и видите тогда по опорным точкам можно изменять менять степень кривизну наших линий и здесь дополнительные инструменты которые мы рассмотрим тоже более подробно дальше где мы будем рисовать какие-то объекты отменим вернем наш эллипс как бы в какое-то первоначальное состояние чтобы он оставался эллипсом ну вот принципе все инструменты по эллипсу также давайте параллельно рассмотрим инструмент у нас идет масштаб и панорама то есть мы уже масштабом пользовались при активизации этого инструмента появляется вот это вот окошечко но единственно что она у нас видите пропадает при выборе другого инструмента чтобы она там осталась как бы на дольше правой клавишей я уже вот поставил галочку масштаб поэтому вот она у меня открыта то есть откройте если у вас вдруг это не открыто вас это уже наверное открыто то соответственно здесь такие стандартные инструменты увеличить уменьшить то есть крупнее меньше следующий инструмент только работает с выбранным объектом то есть если объект не выбран никакой на странице то он видите просто не активен он мертвым выборов какой-то объект на странице он становится активным то есть мы жмем и он увеличивается как бы на весь экран вот дальше у нас есть инструмент давайте выделим этот крайний следующий инструмент показывает все объекты которые нарисованы у нас на странице то есть удобно вдруг там где-то по богам что-то валяется у вас ну например там где-то вы чё-то нарисуете сбоку вдруг он будет у нас где-то там и вы его про него то забудете то вот нажав на этот инструмент вы тут же его увидите как бы в поле зрения давайте вы нарисуйте его скажем где-то будет там сбоку дальше по ширине страница увеличивается то есть вот край слева одна линия вот справа у нас другая и по высоте страница идет но здесь соответственно страница целиком то есть манипулируя этими клавиши можно легко масштабировать то тем что есть на странице плюс здесь есть определенные горячие клавиши можете их тоже использовать нарисуйте вот три эллипса таких разных типов и сохраните документ под именем 05 сейчас надо пересохранить чтобы это перезаписалось то есть еще раз нажмите на сохранить и переходите к следующему заданию где мы дальше рассмотрим следующие инструменты по корлу жду вас следующем уроке